Здарова! Это видео должно было быть каким? Я беру этот 61 Fender Starter Caster, который мы с вами последние пару дней смотрели. Делали два полных обзора, разбора. Я его везу к боссу, отдаю. И пока я его отдаю к боссу, я у пирата забираю Зюзю. Зюзю это фейковый ESP с Алиэкспресса, Уиджи, который я отдал пирату уже хрен знает сколько месяцев назад. Пандемия вмешалась, чтобы он ее апгрейдил и сделал из нее лучше, чем эта гитара может быть в принципе. Так вот, это видео поменяло очень резко свое направление, потому что по пути к боссу я заехал на базу. Мы с женой новости смотрим и так далее. Решили еще один пистолет купить, но так, чтобы уже в каждой комнате на всякий случай. Я заехал в наш магазин на базе, и там очередь в 4,5 часа, чтобы купить пистолет. Вам нужно по полчаса бумажки эти все заполнять, по полчаса на человека, и поэтому я, короче, у меня есть. У меня сейчас есть, и хватит, если что. Мы сейчас об этом еще поговорим. Но потом я поехал, заезжаю к боссу, все это я заснял, вы можете посмотреть. Заезжаю я к боссу, а там прямо так вот, как оно раньше говорили, как хан Баты пробежался по Твитхату. То есть босс последние два дня, чем он был занят, это снимал со стен все гитары более-менее ценные, но он уже не знает, какие там ценные, какие не ценные, он уже подряд вот так вот цепляет. Я вот тут прихожу на сцене, говорю, босс, а что ты Акустосоник забыл? Да, блядь, я не знаю, что делать, а то спрятали Акустосоник. Говорю, а что ты свой Melody Maker забыл отвезти домой или друзьям? Он говорит, мне уже, во-первых, некуда там это все. Я говорю, давай я его возьму, как раз сделаю обзор, ну и пока похороню его у себя на это время. Короче, что происходит? Ну, в Америке что происходит, я думаю, объяснять не нужно. Да, у нас на фоне вот это вот социальных проблем, связанных с убийством черного чувака полицейским, белым, хотя это происходило все время, но корона, коронавирус, коронакризис, это, понятно, как я говорил, переломный момент, это весна этого года, весна 2020, это переломное время, и оно будет отражаться геополитически на многих странах и так далее. Здесь вот это как раз оно и получается. То есть люди вышли на улицы сначала вроде бы как протестовать, потом это все перешло в бунты, крушения, грабежи. Ну, люди, во-первых, еще и в масках, то есть им вроде как не страшно, что на камеру заснимутся там. То есть вот уже сейчас идет в открытую посреди белого дня чуваки тракторами двери в больших магазинах. Там вот у нас рядом в городе по соседству магазин электротоваров. Руки, ну не дышишь так громко. Магазин электротоваров, вот так вот трактором тупо двери пытались пробивать толпа днем в 2 часа дня. Там, правда, когда уходили из того магазина, они холодильниками заставили полностью весь вход. А вы все, ну мне поскидывали уже ссылки позавчера, когда в Торонто там в Канаде магазин музыкально выставляли. Так вот, сегодня будут выставлять магазин босса. Прошла вот эта развединформация там полицейских и так далее, что с Валеху и с Окленда прут чуваки. В Валеху, Окленд, это, если кто не знает, что такое Окленд, это самое чернючее гетто в Америке. Ну то есть Окленд, в Окленд, про него легенды идут по всем штатам. Ну вот я же служу, у нас люди со всех штатов, и если говоришь Окленд, то это тот город, куда ты просто так не идешь там. Ну вообще, ни по каким причинам, это очень-очень-очень плохой район, плохой город и так далее. Хотя когда-то был очень-очень богатым, ну так такое. И вот чуваки с оттуда прут сюда, к нам в город, потому что уже было заявлено, что они будут в центре города, и они будут проходить через центр города, как раз где у босса магазин. У босса в магазине самое большее есть что взять, поэтому босс готовится, что его будут выставлять первым. Напротив тоже, я это все снимал, сейчас вы посмотрите. Ну, напротив комиссионка, где я брал японского Джексон, они там вообще все этими самыми фанерой за весь магазин заделывают. Беспокоиться не надо, потому что страховка покрывает все у босса. Босса там не будет, хотя он говорит, мне многие предлагали, давай, говорит, у тебя здесь заночуем с пулеметами, с автоматами. Он говорит, не надо, пусть лучше мне страховка за гитару заплатит, чем это. Ну там стекла повыбивают, такое. О канале гитарной истории обо мне лично, если кто-то беспокоится, я знаю, многие писали там, ну некоторые из вас писали, мне в личке тоже беспокоиться не надо, потому что по домам, особенно в нашем городе, ну не пойдут просто потому, что какими тупыми они бы не были в Окленде, чуваки, школы не любят. Они бы не... они все-таки понимают, что до того, как пандемия началась, ну вот как начиналась пандемия, когда карантин, когда это все, чуваки готовились к зомби-апокалипсису. То есть у нас была проблема какая, все оружейные магазины были скуплены, то есть ни патронов не купишь, ничего не купишь. И поэтому если ломиться в частные дома, это значит ломиться против чуваков, которые вооружены лучше, чем, я не знаю, любой отдельно вооруженный солдат в какой-нибудь отдельной армии. То есть это даже у меня здесь, у меня стволов больше, чем когда я в форме где-то у себя на базе. Поэтому я думаю, они это понимают, но если не понимают, то поймут позже. Поэтому я не думаю, что дома как-то это все зацепят. А если и зацепят, то значит оно так быстро и потухнет, потому что людям тоже это уже надоедает, уже понимают. Понимают, что во-первых, вот эти люди, которые заправляют этим всем протестом, ну то есть которые серьезно там за права людей, за права чернокожих, они уже понимают, что это вышло из-под их контроля и начинают уже рассмотреть грабежи. Это все, это понятно, ну Лос-Анджелес уже весь в пожарах, Нью-Йорк тоже там уже весь разграбленный. Ну как весь, это я так утрирую. У нас сегодня вели комендантский час с восьми вечера, я обычно бегать выходил в девять, сейчас я не выйду в девять, на два дня. На два дня, потому что это прошла развединформация. Ладно, давайте посмотрим, что там я наснимал у Босса. Просто так, ну это уже видео как бы не гитарное, но я знаю, многие пишут, многим интересно, что ж тут происходит. Ну и тем более это связано с каналом вроде бы как так, ну близко, да, потому что Твитхат, магазин Босса, это все наше с вами. Сколько мы только вот посмотрели гитару, 61-й Стратокастер, думали еще посмотреть какие-то, да, там может быть гитары. А такое может получиться, что сейчас следующее видео будет, как мы будем на руинах Твитхата снимать. Разбитые окна, поваленные там оставшиеся какие-то гитары. Ну, мы надеемся, этого не случится, хотя шансы очень-очень большие, что через Твитхат сегодня ночью пройдут. Поэтому такое вот дело. Здарова. Здесь лежит 61-й, 61-й Стратокастер, который мы с вами смотрели последние пару дней. Я поехал его сейчас Боссу отвозить. Но почему я это делаю видео? Это не видео, а отвозки, интересно, винтажные гитары обратно Боссу. Это видео о том, что возможно, пальцы скрещены на Утачу. Возможно, пират сделал, закончила брейдзюзи. То есть, если все пойдет нормально, то мы сегодня с вами заберем прокачанную, прокачанную до полного максимума, приведенную в самое-самое абсолютное состояние, в котором она должна быть. Это фейковая гитара ESP с Алиэкспресс. Кстати, открывал, как раз забыл. Я же вам хотел сделать обзор на американские сухопайки военные. Они у меня в машине лежат. Ну, на всякий случай. Если вдруг застрянут. Это знаете, как оно в видео о выживаниях было. Я же, это у меня что-то и рыбацкие снасти, и все, что хочешь. На случай, если я на машине где-то в горах застрял. А правда, в горах уже не был. Очень многое время. Единственное, где я мог застрять, это возле Макдональдса. Ладно, короче, идем. У нас тут жарище. Люди начали шевелиться. Но тут вроде бы как. Вроде бы как тут рядом по соседству магазин оружейный. А его вчера бомбанули. Эти протестующие. Вчера был этот дебош проходил. И, кстати, рядом с боссом по улице. Так что, почти центр города. Я такой аж даже позвонил. Поинтересоваться, как же там твит хат. Не залезли ли злодеи в твит хат. А вот босс выглядывает. Ждет. Ждет свой 61-й, наверное. Смотрит. Говорит. Те же мой 61-й стран. А я его несу. Босс подготовился. Говорит. Гитар нема. Помните? Висели все дорогие стратокастеры. Все это дело висело. Сейчас нет. Сейчас остались одни мексиканцы. И сквайры. Знаете почему? Потому что сегодня опять протесты начинаются. Смотрите. Вся стена PRS. Ну, сейчас я переключусь. Босс закрытый. Это я так успел зайти. Они сегодня закрытые. И у них, короче, поснято все, что ценное. Мартины, все снятые. Вот Мартины сняли. Оставили пару дешевых Мартинов. Пару дешевых Эбонезов. Короче, если хотите узнать, какие гитары Босс ценит больше всего. Те гитары, которых сейчас нет. Потому что готовятся к столкновению с протестующими. В Торонто, что там видео было, где они залезли и в магазине гитар нам все повысовывали. Вот мы и в Твитхаде тут тоже типа ожидаем. Ну, это такое. Короче, Босс попрятал. Так вот шумох. Все равно маленькие веселки. Это мы, наверное, с вами еще придем. Ну, посмотрим. Надеюсь. Надеюсь, не придем. Надеюсь. Надеюсь, что не придется. Но если вдруг, то мы, наверное, продолжение этого видео сделаем. То есть, посмотреть на разбитые окна. Надеюсь, не получится. Но у нас с сегодняшнего дня комендантский час 8 часов. И сюда чуваки ломятся из ближайших гетто. То есть, там Валегу, Окленд, Сан-Франциско. И мы так чуть-чуть подальше от этого всего дебоша. Но они сюда ломятся. В дома не полезут по-любому. Потому что здесь у нас в домах более такое консервативное население живет. То есть, они знают, что у каждого практически есть оружие. Ну, я знаю, что вот я так общаюсь с моими друзьями и знакомыми. Патроны в патронниках. Выпросил у босса. Он забыл спрятать свой этот Melody Maker 63-го года. Стык, я его сделал. Мы с вами сделаем обзор. Шутим. Я говорю, босс, ты все гитары попрятал? О микрофонах ты забыл? Чуваки из Сокленда идут. Чуваки, которые любят какую музыку? Правильно. Поэтому надо было патать микрофоны. Это они самым первым делом будут хватать. Там, йоу-йоу-йоу. Ну, знаете, какие чуваки обычно здесь из Сокленда. Музыкальные магазины лезть будут. Вот, кстати. У нас вообще вся какая-то неделя винтажная. Смотри, получается. Это комиссионка, где я покупал Джексон японский. Они вообще полностью за это самое. Листами зашивают. Как к урагану готовятся. Короче, посмотрим. Если они про эту улицу пройдут, то мы с вами вернемся и посмотрим, что произошло. Вам всем огромное спасибо за то, что смотрите канал Гитарной Истории. Как я, ну, уже были такие пару видео, когда я вам говорил. И в грусти, и в радости. Сейчас не самые, я думаю, такие радостные. Прям времена. Меня это сильно не затрагивает. Это, конечно, грустно все смотреть. Жена очень сильно переживает. Я не думаю, что меня там как-то это коснется. Но все-таки, все-таки, тоже неприятно, да, понимать, что мы живем вот эту... Как там Кипелов пел. Жить в эпоху великих перемен и врагу своему не желай. Ну, а это эпоха великих перемен. Это коронавирусно. Это будет... Затронет всех по планете. Оно уже затрагивает. Вот эти вот... Вот эти вот всякие социо-геополитику. Вот эти все дела будут затрагивать всех. Вам всем бодрости духа. Я думаю, нам всем сейчас нужна бодрость духа. Или хотя бы пожелание этой бодрости духа. Канал гитарной истории продолжает. Зюзю мы с вами обозрим. Когда там что... Ее, кстати, в магазине нет. Пират ее домой забрал. Поэтому Зюзя у нас в сохранности. И чуваки из Окленда, из Валеха, они до нее не... Как она называется? Не обесчестят нашу с вами... Нашу с вами алиэкспрессовскую красавицу. Ну, ладно. Спасибо вам всем. Что, агитацию сказать? Ну, вроде же видео как видео, да? То есть, струнки там, лайки, дизлайки. Все это хорошо. Спасибо вам всем большое. Патронам всегда, как всегда в каждом видео, нужно говорить. Большой привет. Со мной все нормально. Можете в личку не писать. Завтра выйдет или послезавтра выйдет какое-нибудь нормальное видео. Так, сейчас я вам по секрету, да? Сколько уже минут прошло. Друзья канала только здесь меня смотрят в субботу. В субботу у меня стрим с очень-очень-очень легендарным, интересным и так далее человеком. Поэтому мы пока его не будем говорить вслух, так сказать. Но в субботу, в субботу, если все идет по плану. Поэтому вот сегодня у нас вторник. Надеюсь. Надеюсь, не буду снимать видео до субботы. Сруин, сруин твит хата. Но что-то да, такое оно, конечно. Босс мне, кстати, сказал, разреши. Он говорит, да, я тебе позвоню. Он мне даже пускал позвонит. Он говорит, вот как только сразу он мне позвонит, чтобы я пришел и вместе с ним заходил. И ходил по этому. Всем, если вдруг там будут какие-то последствия, последствия рейдерских этих, не рейдерских, а, короче, непонятно каких вот этих вот грабежа. Ладно, все, давайте. Пока. До следующего видео. На канале гитарная история обычно только интересная гитара. Хотя у вас и была в кадре интересная гитара. Но о ней мы поговорим в одном из ближайших видео. Субтитры сделал DimaTorzok